Добрый день, это «Время новостей». И мы расскажем вам о главных событиях на полуострове и в мире к этому часу. Россияне назвали Владимира Путина «Человеком года». По данным опроса, который провел Левада-центр, 56% жителей страны отдали свой голос в пользу главы государства. Второе место после президента занял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Замыкает турок у лидеров глава Министерства обороны Сергей Шойгу. А звание «Женщина года» разделили между собой канцлер Германии Ангела Меркель и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Социологи опросили 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Решать вопросы с погашением украинских кредитов крымчане теперь будут в соответствии с новым законом. Совет Федерации утвердил документ, который регулирует выплаты и внесудебное согласование за должности жителей Крыма и Севастополя перед украинскими банками. Сам закон еще требует поправок и будет дорабатываться федеральными и крымскими специалистами. Никто не отрицает, что закон сыроват, но зато сможет защитить крымчан и помочь им избежать судебных проволочек. Суть проста. Коллектор теперь не будет иметь право давить на жителей полуострова. То есть ему будет позволено обратиться к заемщику с просьбой отдать кредит всего один раз. Затем ситуация переходит под контроль агентства по страхованию вкладов. Оно будет обобщать информацию, анализировать и без разрешения агентства ни одного судебного иска в отношении крымчан не появится. Это предусмотрено первой статьей нового документа. Если крымчанин не согласен в данном случае или имеет какие-то возражения по поводу возврата средств или объема средств, он сообщает в СВ, то есть эту информацию, и коллектор повторно обращаться к нему не может. Если же коллектор не послушает и попытает счастье во второй раз, его ждут штрафные санкции. Коллектор даже не сможет в суд подать без письменного разрешения заемщика. Все это предусмотрено второй статьей нового закона. Кроме этого, лицо, имеющее право требовать погашения долга, обязано обратиться с письменным заявлением в фонд защиты вкладчиков. Согласно первой статье документа, за просрочку выплат украинским банком жители полуострова могут не беспокоиться. Проценты, штрафы и пеня начисляться не будут. А процессы, связанные уже непосредственно с самой процедурой возврата, будут нами шлифоваться. То есть закон не окончательный, с этим согласны и члены правительства, и депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Позиция властей республики заключается в полном контроле агентства по страхованию вкладов над непогашенными кредитами. Так как закон еще сыроват, его будут дополнять. Работа над шлифовкой закона продолжается. Пусть крымчане не переживают. Мы никогда позицию свою не меняли. В доработке федерального закона в январе 2016 года примут участие как федеральные, так и крымские законодатели. И интересы жителей полуострова обещают отстоять. Дарья Скобеева, Время новостей. Депутаты Крымского парламента утвердили главный финансовый документ республики на 2016 год. Приняли ряд важных для полуострова законов и подвели итоги уходящего года. В повестку дня народные избранники включили 54 вопроса. О главных решениях из зала заседания расскажет Елена Бережная. Традиционно в преддверии зимних праздников в сессионном зале парламента подводят итоги уходящего года. Он выдался сложным для республики, но не скучным, заявляет с трибуны Сергей Аксёнов. Крымчане прошли серьёзные испытания. Но, вопреки всему, они только сплотили людей. Дорогого стоит слаженность, которая была продемонстрирована в период террористического акта в отношении республики Крым. Мы доказали, что команда есть, что она готова принять любые вызовы, которые сегодня. Наши оппоненты пытаются создать республики Крым. Огромная благодарность нашему президенту, прежде всего, который уделял Крыму особое внимание на протяжении этого периода. Но я лично уверен, конечно, что всё это получилось сделать благодаря поддержке и терпению наших крымчан. Поэтому им за это огромное спасибо и низкий поклон. Вместе с крымчанами переживали все трудности энергетического кризиса депутаты и члены президиума. Их за хорошую работу благодарит Владимир Константинов. Народные избранники забыли кабинетные обязанности и в полном составе вышли в поля. Спикер подчёркивает, так нужно работать и в будущем году. В первую очередь решать те проблемы, которые мешают людям вернуться к обычной повседневной жизни, касаемо вопроса собственности, имущества, земли и многих других аспектов. Если мы будем так двигаться, мы не ошибёмся в своих планах и задачах и продемонстрировали такую же слаженную команду, как и сегодня. Дальше парламентарии перешли к повестке дня. На рассмотрение вынесли 54 вопроса. Но главный из них – формирование бюджета на следующий год. Объём дохода бюджета Республики Крым определён в сумме 67,4 миллиарда рублей. В том числе налоговое и неналоговое поступление 23,9 миллиарда рублей, безвязненные поступления 43,5 миллиарда рублей. Расходы бюджета составят 86,5 миллиардов, докладывает профильный министр Владимир Ливандовский. Львиная доля пойдёт на образование, здравоохранение, социальную поддержку крымчан, ЖКХ, культуру и спорт. После небольшого обсуждения депутаты принимают документ сразу в двух чтениях. За 68 мы приняли основной финансовый документ Республики Крым на 16-й год. Документ не догма. Мы будем работать с вами каждый месяц, носить изменения, уточнения. Заработаем больше денег, чем запланировали, я уверен. Глава законодательной власти подчёркивает, в украинскую бытность бюджет Крыма всегда чувствовал острое недофинансирование. Теперь наша республика получает внушительные суммы на развитие. Это шикарный подарок для всех крымчан. Сейчас задача наша – справиться с тем, что мы имеем. Когда научимся переваривать эти все средства эффективно, быстро, тогда будем говорить, что, может быть, где-то ещё можно заработать денег. А пока достаточно. Крымчане могут встречать Новый год с чувством глубокого удовлетворения и хороших надежд. Также парламент разрешил муниципалитетам самостоятельно сносить самострой и урегулировал вопросы оформления собственности в республике. Это заседание Госсовета стало последним в уходящем году. Владимир Константинов поздравил коллег с наступающими праздниками и предупредил – впереди ещё много работы. В новом 2016-м исполнительной и законодательной власти придётся хорошо потрудиться и сделать всё возможное, чтобы наша республика в дальнейшем стала одним из передовых регионов Российской Федерации. Елена Бережна, Александр Тегнеря-Дно. Время новостей. 600 кубометров газобетона в сутки – 200 тысяч кубов в год. Такой объёмно необходимой в строительстве продукции гарантирует первый в Крыму завод по производству автоклавного газобетона. При этом общая потребность полуострова в этом современном материале – 220-240 тысяч кубометров. На открытие завода побывал наш корреспондент Алексей Щербак. Торжественно перерезать ленточку на открытие этого завода планировалось ещё давно. Но жизнь внесла свои коррективы в эти планы. После проведения всекрымского референдума немецкая фирма «Партнёр» наотрез отказалась монтировать оборудование на предприятии. Руководство нашло специалистов в Калининграде. Группа приехала и буквально за рекордные сроки они смонтировали завод, что вообще непостижимо, потому что те переговоры, которые вели с немцами до этих пор, они давали срок монтажа и пуска наладки 11-12 месяцев. Это всё было сделано за три месяца, и предприятие начало работать. Несмотря на сжатые сроки запуска завода, производство полностью соответствует самым строгим стандартам и требованиям. Все производства цикла работают в автоматическом режиме. То есть на производстве задействовано в текущем режиме 7 человек, линия полностью автоматизирована, операторы смотрят только на компьютерные мониторы. Предприятие ещё до запуска вошло в реестр участников Крымской свободной экономической зоны. Здесь уверены, современный материал будет пользоваться повышенным спросом, и все вложения быстро окупятся. Ведь ранее блоки из газобетона приходилось завозить с материка. Поэтому для всего строительного комплекса это очень важное жизнеопределяющее предприятие. Весь газобетон, материал является высокоэффективным, аналогов ему сегодня нет при строительстве из-за функции теплопроводности. Поэтому для Республики Крым, для всего строительного комплекса это сегодня очень важное, на мой взгляд, событие. Немаловажный нюанс. Практически всё сырьё для работы завода приобретается у крымских партнёров. Цемент мы берём в боксерайской стройиндустрии, песок берём в Керчевском корье, известь Белогорская. Единственное, что алюминиевую суспензию берём в районе Урала, на Росалюминии. К первому февраля завод планирует выйти на производство 600 кубометров газобетона в сутки. Но при необходимости готовы увеличить производительность до 2000 кубометров. Алексей Щербак, Анатолий Скорик, Время новостей. Секреты успеха теперь не тайна для многих школьников и студентов Крыма. Политики, предприниматели и общественные деятели делились ими в Симферополе на форуме «Карьера, план, стратегия. Этапы». Наша съёмочная группа теперь их тоже знает. Более 200 школьников и студентов крупнейших вузов Крыма собрались на форуме, чтобы узнать, как добиться успеха, стать востребованным на рынке труда. Десятиклассница Саида Ибрагимова хочет получить совет, как стать целеустремлённой, чтобы осуществить свою мечту. Я хочу стать выдающимся врачом, который открыть свою личную клинику, чтобы помогать людям. Хочется вывести Россию на новый уровень медицины. Вопросы сыплются один за другим. Что только не интересует участников. Стоит ли, учась в университете, оформлять трудовую книжку? Как открыть собственное дело? Многие считают, что не имея влиятельных родственников, на хорошее будущее им можно не рассчитывать. Я понимаю, откуда растут эти ответы, откуда, как они воспитались, эти ответы. К сожалению, много лет мы воспитывались совершенно в другой технологии. Сейчас я могу сказать, что в Российской Федерации именно работе с молодёжью, именно продвижению молодых людей уделяется особое внимание. Секреты карьерного роста школьникам и студентам раскрывали не только политики, но и предприниматели, блогер, психолог. Евгения Горьковая занимается благотворительностью, общественной деятельностью, руководит Центром искусств. На форуме хочет вдохновить молодёжь прожить незаурядную жизнь, сделать республику лучше. Общественная деятельность очень важна, потому что зарабатывать деньги – это хорошо, строить свою карьеру – это хорошо. Но приносить пользу своим даром, своими финансами, своим временем – я считаю, это самое важное. Потому что просто так прожить свою жизнь и не оставить ничего после себя, я думаю, что этого не стоит делать. На форуме студенты и школьники узнали и о том, как правильно составить резюме, как вести переговоры. Прошли тест на определение будущей профессии. Обсуждения длились больше пяти часов. Татьяна Ханкоты, Иван Ковалёв. Время новостей. Грация пластичности и чувства ритма. В Симферополе прошло торжественное открытие школы фигурного катания. Юные фигуристы продемонстрировали для будущих воспитанников школы свои таланты. На открытии побывали наши корреспонденты. В этом виде спорта главное трудолюбие, желание и упорство. Теперь каждый ребенок сможет прийти в школу, где рождаются чемпионы. Фигурное катание – один из самых красивых видов спорта. Неудивительно, что многие родители выбирают именно его для своих детей. Открытие такой школы – огромный плюс как для ребят, так и для всего города. Это привлечет к нам не только внимание к городу спортивному, это привлечет внимание и, я надеюсь, инвесторов. И, в принципе, город уже будет задумываться о том, как сделать так, чтобы были муниципальные катки. Ярослава занимается этим видом спорта уже четыре кода. Говорит, падение ее не пугает. Все зависит от настроения, с которым ты ступаешь на лед. Мы провали этот вид спорта, который такой легкий, красивый. Кажется, что фигуристы плывут, как будто бы порхают. Занятия в этой школе проводят опытные тренеры, умеющие подобрать ключи к каждому малышу, раскрыть его способности и привить любовь к спорту. Фигурное катание развивает очень много качеств. И развивает всестороннее. И еще помимо этого оздоравливает. С приходом Крыма в Россию у населения появился интерес к зимним видам спорта. В ближайшее время в Симферополе появится муниципальный каток, где дети смогут обучаться совершенно бесплатно. Есть у нас, конечно, потребности в мальчишках. Это хоккей. Есть у нас достаточно интересный факт, хочу привести, что вот такое начало проявляться только с приходом в Россию. Почему-то зимние виды спорта у нас начали развиваться. А пока уже имеющаяся школа фигурного кота не открывает свои двери для всех детей от трех лет. Анжелика Завгородняя, Олег Черемитин. Время новостей. Это была последняя информация выпуска. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова